Привет всем, что ж, уже довольно много времени прошло с тех пор, как я начал играть в Fallout 76 вместе с девушкой, и да, думаю можно подводить какие-то итоги. И хоть мы и начали играть с момента добавления фракций, а именно, рейдеры и поселенцы, мы не можем иметь общей картины разработки, но все же мы отыграли довольно много часов. Ну, я, например, где-то примерно 1000 часов отыграл, поэтому да, давайте поговорим о том, что мне понравилось, а что скорее оттолкнуло. И, наверное, сразу стоит оговориться, что если вы фанат лут-шутеров и хотите поиграть во что-то вместе с своим другом, то да, я рекомендовал бы вам Fallout 76, ну, по крайней мере попробовать, а там уже как пойдет, но лично мне понравилось. Что ж, и первый плюс, который я хотел бы выделить, это, пожалуй, отсутствие чата, вы, наверное, подумаете, что я уже совсем сошел с ума, но нет, это на самом деле довольно большой плюс. Понимаете, языковый барьер это довольно серьезное препятствие в общении друг с другом, кто-то не понимает русский, кто-то, скажем, понимает только немецкий язык, а кто-то английский, а кто-то вообще не знает ни один из этих языков. В любом случае, окно эмоций позволяет нам свободно общаться друг с другом и выражать какие-то эмоции или хотелки. Ну и, конечно же, стоит отметить довольно интуитивную прокачку, ну и да, легендарные перки, которые совсем недавно появились у нас в игре. Да, какие-то карты, несомненно, слабее других, ну, скажем, пистолеты слабее, чем тяжелое оружие, да что ж там говорить, даже мои автоматы слабее, чем те же тяжелые оружия, ну, там, какие-нибудь огнеметы, минидганы, ну и прочее. Но разработчики периодически что-то нерфят, фиксят, и, в целом, да, мне, конечно же, это нравится. Хотя, если честно, я ожидал, что разработчики позволят нам бесплатно, еще раз повторюсь, бесплатно сбросить все потраченные очки навыков, потому что, скажем так, были люди, которые играли, скажем, через силу, но им это надоело, и решили они все принести в ловкость, ну, или восприятие. И вот они переносят, и в итоге что? У них не остается очков навыков, выходят легендарные карты, а они не могут их прокачивать. И что им остается? Ну, естественно, качать своего персонажа дальше, выполнять ежедневные квесты, убивать монстров, и, да, рано или поздно это, конечно же, надоест. Вся эта повторяющаяся рутина. И, к слову, о повторяющейся рутине. Если раньше мы только и делали, что прокачивали различные фракции, ну, и, конечно же, делали разные квесты для получения, скажем, золотых слитков или еще каких-то наград, то сейчас мы гонимся вперед в легендарной гонке. Если кто не знает, легендарная гонка — это те же сезоны, которые сейчас имеются чуть ли не в каждой игре. Да, что ты скажешь, странная тенденция нашего времени. Хотя, если вы только начали играть, это не так сильно бросается в глаза. Вы впитаете в себя в эту пустаядерную атмосферу, проникаетесь игрой, ее вселенной, и, да, поначалу, конечно же, все хорошо, но когда вы уже в сотый раз делаете одно и то же событие ради выполнения испытания, ну, да, игра начинает немного надоедать. Хотя, как по мне, в каждой многопользовательской игре имеется повторяющийся геймплей, и задача разработчика — сделать его как можно интересней и прииграбельней. Что же касается Fallout'а, то здесь довольно дружелюбная комьюнити, ну и, конечно же, огромное количество наград за этильные задания, испытания, ну и огромное количество активностей, которые так или иначе нас ждет на нашем пути. Отдельно стоит отметить строительство, ведь если в Elder Scrolls Online строительство было скорее привилегией богатых, то здесь свой уголок уюта может построить каждый. Причем в игре имеется огромное количество декораций и схем, которые мы будем получать по ходу выполнения сюжета, различных заданий и прочих испытаний. Кстати, вместе с легендарными перками разработчики ввели нам ежедневные операции, которые позволяют нам окунуться в мир тяжелых таких миссий, которые способны дать фору даже прокачанным игрокам. Там могут быть различные условия, ну, например, что противники скрыты в невидимости, пока они не атакуют, или что когда они умирают, они взрываются. В общем, да, довольно веселый такой режим, и мне, если честно, он понравился. Что же касается ПВП, то здесь оно выполнено в качестве отдельного режима, по типу Царя горы. Причем использоваться будет наш обычный персонаж из приключенческого режима, задним только исключением, что у нее не будет никаких вещей и, конечно же, карт навыков. Что же тогда останется, спросите вы меня. Ну, останутся очки характеристик спешл, которые так или иначе мы распределили. Ну, например, 10 силы, там, 5 ловкости или 6 харизма. И, исходя из этого, мы будем собирать свой персонаж. Например, мы хотим, чтобы при лечении он также лечил союзников в округе. Тогда нам понадобится 6 очков харизмы, потому что эта карта стоит 6 очков харизмы. Или хотим, чтобы мы, скажем, стреляли из дробейка. Тогда нам понадобится много очков силы. Ну, в общем, вы меня поняли. В любом случае, за игру и прокачку ранга в ПВП режиме мы будем получать крышки, опыт для нашего персонажа в компании и, конечно же, разнообразные схемы и прочие интересности. Что в целом подогревает интерес к этому режиму. Что ж, подводя итоги, хочется сказать, что Fallout 7 6 – это действительно увлекательная онлайн-игра, которая и по сей день продолжает развиваться. Нам обещают новые локации, новые миссии, новые задания, ну и, конечно же, новые механики игры. Ну, а нам же остается только ждать и смотреть, сможет ли игра реализовать все свои задумки под новым руководством. Ну, а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте оставлять комментарии. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok